Сегодня у нас праздник излияния Святого Духа в наши сердца, в нашей жизни. Не только в жизни тех, которые были две тысячи лет назад. Сегодня Дух Святой излился в наши сердца. Скажи Аминь. Аллилуйя. Тема слова Иисуса Христа, но вы примите силу. Перед тем, как я прочитаю место, где это написано, этот праздник получил название Троица, праздник Троицы. Каждый год я объясняю, так, вкратце, каждый год все короче и короче, объясняю принцип триединства. По-своему объясняю, так как мне Бог открыл 28 лет тому назад. Для меня Бог открылся, как единый Бог, заповедь о том, что первая заповедь, о которой говорит Иисус Христос, Евангелие от Марка, он говорит, первая заповедь, слушай, Израиль, Господь Бог наш, есть Бог единый. И потом уже возлюби Господа Бога своим сердцем, всей душой, всем разумением, всей крепости своей. И вторая заповедь, подобная ей, возлюби близнего, как самого себя. Иисус Христос говорит, что Бог, Он единый Бог, Он неделимый, разделить Его невозможно. Людей можно разделить, но Бога разделить невозможно, поэтому Иисус Христос много раз повторяет, что Я в Отце, Отец во Мне, мы суть едины. И Он хочет, Иисус Христос, чтобы и мы были в Нем какими? Едиными. Это первосвященническая молитва, которая написана в 17 главе Евангелия от Иоанна. Иисус Христос так молится, это горячее желание Его сердца. Он говорит, Я хочу, Отец, чтобы они в нас были едины, как и мы едины. Как Я в Тебе, так Ты во Мне, так они в нас да будут едины. Скажи Аминь. Во Христе Иисусе мы неделимы. Мы все служим одному Господу. Для меня, например, нет православных, нет католиков, нет протестантов. Для меня, ну, я могу в православной церкви встретить христианина. В католической церкви я могу встретить христианина. Их все меньше и меньше, поверьте мне, да. В протестантской церкви я могу встретить христианина. Их все меньше и меньше. К сожалению, очень много появляется, ну, как бы вот... Ну, в чем Иисус Христос всегда нас упрекал о том, что какое-то лицемерие, да, какая-то игра, какая-то наигранность. Игра в церковь, игра в верующих, игра в христиан. Но Бога-то не обманешь, да. С искренней верой, когда человек посвящает свою жизнь Богу, когда человек действительно реально посвящен, в его жизнь обязательно приходит Иисус Христос. И обязательно дает ему то, что он ему приготовил. Обетование, обещание Бога, которое всегда есть, да, аминь. То, что Бог обещал, Он всегда исполняет. Аминь или не аминь? Бог не человек, чтобы обманывать. Бог, если пообещал, Он это сделает. И коротко, если о триединстве, я объясняю очень просто. Ну, мы созданы по образу и подобию Божьему, да. Я создан так же трехчастным, как Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Дух Святой. Ну, в первом послании от Иоанна вы можете прочитать, что на небесах пребывает три. Отец, и потом написано Слово. Не написано Сын, написано Слово и Дух Святой. И все три суть едины. Суть едино, написано так. И это говорит о том, что, например, если брать меня как прообраз, да, о том, что есть Я, как прообраз Бога, во мне есть Слово, Мое Слово, и у меня есть Мой Дух. И при всем при этом я неделим. То есть меня это не делит. Ну, то есть нету отдельно живущего Духа Геннадия, нету отдельно взятых слов Геннадия, нету отдельно Геннадия, ну, тела, да, которое ходит само по себе, душа сама по себе, а Дух сам по себе. Вот это принцип единства Бога. Вначале было Слово, да, Евангелие от Иоанна говорит, Слово было у Бога, и Слово было Бог, и все начало быть через Слово, что начало быть, и без Слова ничто не начало быть, что начало быть. Так написано, правда? И чуть-чуть ниже, в 14 стихе написано, И Слово стало плотью, и обитало среди нас полная благодать истины. Закон пришел через Моисея, благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Можете себе представить? До Иисуса Христа не было благодати, до Иисуса Христа не было истины. Люди своими силами, усилиями пытались исполнить закон, угодить Богу. А это вообще возможно? Ну, как выяснилось, это невозможно. Закон подбил человечество к проклятию. К проклятию. К усилению греха. Люди поняли о том, что они бессильны. Я хочу сказать о том, что сегодня моя тема, она больше затронута на то, что, к сожалению, бывает так, что и в церкви тоже пытаются своими силами иногда угодить Богу, когда неправильно что-то понимают. Ну, мы пытаемся что-то Богу доказать. Богу ничего не надо доказывать. И вот сегодня именно об этом. И еще чуть-чуть ниже, в Евангелии от Иоанна, в первой главе написано, что Бога не видел никто и никогда. Единородный Сын Сущий. Сущий – это значит Иегова в переводе. Вечно существующий. У Иисуса Христа нет ни начала, ни конца. Он Иегова. Вечно Сущий, прежде нежели Абрам, а был Абрам, Иисус Христос говорит, «Я есим». Повторяю это слово, «Я есим» и Егова. Ну, еговисты бегают по городу, да-да, все-таки Егови. Они, на самом деле, к Иисус Христу всех призывают, да. Надо им говорить о том, что вы знаете, кто такой Егова? Егова – Иисус Христос. Все, конец разговора. Потому что истина Егова – это Иисус Христос. Потому что Он вечно существующий. Через Него все началось, видимое и невидимое, через Иисус Христа. Потому что Библия говорит, что Бог посредством Слова и веки сотворил. Все видимое и невидимое сотворено посредством Слова Божия, посредством Сына Единородного Иисуса Христа. Так написано. Я ничего не придумал, ни слова не добавил. Слава нашему Богу! Есть, то есть к чему мы приходим? Есть Бог Отец, есть Слово. Сущность Иисуса Христа – это Слово Божие. В книге Откровения вы можете прочитать имя Ему об Иисусе Христе – Слово Божие. Он есть Слово Божие, которое в определенный момент стало плотью. То есть Бог никогда не делал ничего подобного. Почему Иисус Христос единородный? Потому что Бог никогда так не поступал. В определенный момент Слово, ну нас, людей, Он сотворил из праха земного, да? Иисус Христа. Слово стало плотью в определенный момент. Духом Святым вошло в чрево Девы Марии. Дева Мария зачала, и Слово стало плотью, и потом обитало среди нас. Единственный раз в лице Иисуса Христа Слово было явлено таким образом. Само Божество, полнотова Божества телесно, явилось на землю. Сам Бог ходил среди нас, являл свое учение, свою славу, исцелял, освобождал, искрешал и так далее. Эту подобное проповедовало лето Господне благоприятное. И люди что сделали с Богом? Что сделали с Богом? И Бог это позволил добровольно. Потому что Иисус Христос, когда его брали, Он говорил, не имею ли я власти призвать 12 легионов ангелов на это место? И все, и конец. Но Иисус Христос не захотел. Он пошел добровольно на Голгофу. Аминь или не аминь? Добровольно отдал себя в жертву благоугодную, чистую, непорочную. И эта жертва была принесена за грехи всего человечества, за проклятие всего человечества, за болезни и недуги всего человечества. Можете себе представить? Единородный Сын Божий. И только такая жертва могла быть принята Небесным Отцем. Конечно, Бог не мог не принять жертву Сына Своего. Аминь или не аминь? Это была чистая кровь, драгоценная кровь непорочного Агнца. Он прожил на земле 33,5 года, да и ни разу не согрешил. Хотя во всем был искушен. Какие только соблазны, какие только испытания он не проходил, он все прошел силою Божией. Давайте мы прочитаем первое место, которое написано в книге Деяния, первой главе. в первой главе. Скажи, слава Богу, Иисус на этом месте, Он живой Бог. в книге Деяния, первая глава, 4 стиха. И собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водой, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря, не все ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израиля. Они все еще мечтают, все еще хотят, чтобы Иисус Христос пришел как царь и даровал свободу Израилю, восстановил Его как царство. 7 стих. Он же сказал им, не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примете силу. Давайте повторимся вместе. Но вы примете силу. Еще раз, 3-4. Но мы примем силу. Принимайте силу прямо сейчас. Потому что Иисус Христос именно для этого пришел на землю, чтобы даровать нам силу благодати Своей. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой и будете мне свидетелем в Юрусалиме и во всей Иудее и Самарии даже до края земли. Сказав Сием, он поднялся в глазах их и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения его вдруг пристали им два мужа в белой одежде и сказали, «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо» Библия в другом месте говорит «при более чем пятиста свидетелей». Слышите? Пятьсот свидетелей. Кто еще может сомневаться, да? В воскресении и вознесении Иисуса Христа. «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели у восходящего на небо». То есть он сойдет с небес, как молния от востока до запада. Дальше мы проложим книга «Деяния», вторая глава. Это, собственно, сегодняшний праздник, он в честь этого. С первого стиха. «При наступлении дня пятидесятниц все они были единодушны вместе. И внезапно сделался шум шнеба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И вели с ним разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все святого духа и начали говорить на иных языках, как дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал и говорящий его наречия. И все изумлялись и дивились, говоря между собой, «Си говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Парфяне и Медяне, Иеламиты и жителями Сапотамии, Иудеи и Каппадокии, Понты и Асии, Фриги и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Келинеи и пришедшие из Рима, Иудеи и Презелиты, Критяне и Равитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих». И изумляли все и, неудумевая, говорили друг другу, что это значит. А иные, насмехаясь, говорили, они напились сладкого вина. Странное подозрение, да, потому что, ну, кто видел пьяного человека, который говорит, вдруг, ты знаешь, что он из Галилея, он говорит на твоем, например, корейском языке, да, ну, просто, ну, с пьяной так не поступает. Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им, мужи иудейские, все живущие в Иерусалиме, все это будет вам известно, и внимайте словам моим. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня, когда нормальные люди не пьют, да, жарко в Израиле в это время очень, но это и есть предреченное пророком Иоилием. «И будет последние дни, говорит Бог, излию от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видение, и старцы ваши с наведениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от Духа моего и будут пророчествовать, и покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь, и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде ли, нежели наступит день Господень великий и славный, и будет всякий, кто призовет имя Господне, что? Спасется. Всякий, призвавший имя Господне, спасется. И сегодня, вы знаете, я хотел бы немножко с вами поговорить именно вот об этой силе, которая нам дана, которая дана не только первым апостолам, и нам это очень важно знать и понимать и применять в своей жизни. Я сразу же открою последнее место, я постараюсь сегодня долго не задерживаться, которое написано во втором послании Петра в первой главе с первого стиха апостол Петр пишет, Симон Петр, раб и апостол Иисус Христа, принявшим с нами, то есть тем, которые приняли с нами равнодрагоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, благодать и мир вам доумножатся в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего, и давайте мы вот эти стихи постараемся запомнить, как от божественной силы его даровано, даровано, это подарок, нам все потребное, все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались кем? Причастниками божественного естества, то есть буквально стали частью самого Бога. Слышите меня? Это правда. Через жертву Иисуса Христа мы входим в тело самого Бога, мы становимся телом Иисуса Христа, Его руками, Его ногами, Его глазами, Его телом, Его сердцем, которое непрестанно обывается Его святой кровью. Через них соделались причастниками божественного естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к Сему все старания, покажите вере вашей добродетель, то есть добрые дела, в добродетели рассудительность, добрые дела имеются не наши добрые дела, добрые дела Иисуса Христа, в добродетели покажите рассудительность, не нашу рассудительность, мудрость, которая сходит свыше рассудительности, разум Христов, мы имеем разум Христов написанного, в рассудительности покажите воздержание, не свое воздержание, долготерпение Иисуса Христа, Аминь. Потому что мы, люди, мы не воздержаны, как правило. Мы можем быть очень, но мы можем быть очень воздержанными, бесконечно воздержаны во Христе Иисусе. Скажи аминь. Аллилуйя. В воздержании терпения, в терпении благочестие, благая честь. В благочестии братолюбие, в братолюбие самое драгоценное, которое есть совокупность, совершенство, любовь. И если в вас есть и умножается это, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа, в ком нет всего тот слеп, закрыл глаза, забыл о почищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая никогда не преткнёсесь. Ибо так откроется вам свободный вход, свободный вход для нас и для тех, кому мы приведём, к нашему Господу. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Для того я никогда не перестану упоминать вам о сём, хотя вы то и знаете и утверждены в настоящей истины. Справедливо же почитаем, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминание. Зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне, буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память. Это уже про нас. То есть мы, поэтому сегодня приводим это на память, чтобы не забывать. Ибо мы возвестили вам, и смотрите, мы возвестили вам что? Силу. Мы возвестили вам силу. И пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия. Иоанн восклицает. Мы видели Его своими глазами. Наши уши слышали Его. Мы своими руками осизали Его. Господа слава. И вы знаете, вот этот принцип триединства, он сегодня и к нам имеет прямое отношение. Если люди раньше могли прикоснуться к Богу только, послание к Лимлямам говорит, только через рассматривание творения, да, становится видимы Его силой и божеством. Люди до Иисуса Христа могли только как бы вот соприкоснуться с Его силой, силой Его творения, с Его величием, горы, там, небеса, моря, океаны. Когда это видишь, эту махину, понимаешь, насколько велик Бог, насколько Он более велик, чем океан. Аминь, да? Насколько Он более велик, чем любая стихия на этой земле, потому что Он все это сотворил. Но благодаря Иисусу Христу мы получили доступ в тело, в тело Господа Бога и стали причастниками Его божественного естества. Но что происходит благодаря силе Святого Духа? Благодаря силе Святого Духа мы получили способность быть служителями Нового Завета, делать то, что делал Иисус Христос. Исцелять больных, освобождать пленных, отпускать на свободу, да, слепым давать зрение, глухим давать слух, проповедовать лето Господне благоприятное. И, знаете, я сегодня приведу мировую статистику. Понятие благодать. На греческом языке это слово звучит как чарис. Толкование может быть очень различным. Оно довольно широкое, это довольно емкое слово. В основном его переводят как дар. Это подарок от Бога. Это большая польза. Это Божье благоволение. Это Божья щедрость. Это то, что дано нам незаслуженно. То, что мы не заслужили на самом деле, оно дано нам дар. Благодать. Это русское слово, славянское слово, которое так и можно и благу дать. Дать блаженство, дать счастье. И когда сделали такой опрос, такую мировую статистику, ну, десятки тысяч, сотни тысяч христиан отвечали на эти вопросы, 99% считают, что благодать это спасение, слава Богу. Что благодать это незаслуженный дар, подарок, слава Богу. 99% считают, что благодать это прощение грехов, которое пришло к нам от Бога, слава Богу. И статистика говорит, что менее 1% христиан всего мира считают, что благодать это сила. Они даже не знают об этом. 99% христиан сегодняшнего христианского мира не знают о том, что благодать, понятие благодати предполагает сила. Что в первую очередь это сила. Я приведу из библейской энциклопедии. Перевод слова благодать. Благодать это сила Святого Духа, которая не только влияет на наше положение перед Богом, облекая нас в праведность Иисуса Христа, но также влияет на нашу жизнь и опыт. Благодать всегда отличается Божьей способностью наделять нас силой, чтобы нам преодолеть свою беспомощность. Вот это да. Более коротко я повторю. Благодать это Божий дар, который дан нам, чтобы в нашу жизнь пришла сила для того, чтобы мы могли осознать свою беспомощность и поступать силой Божьей там, где мы сами беспомощны, где мы сами бессильны. Я хочу спросить, а где мы бессильны? Я хочу сказать, мы везде бессильны. Вот на самом деле в духовном мире без Иисуса Христа мы не можем делать ничего, вот скажи ничего, потому что это будет правда. Что-то благое сделать в духовном мире без Иисуса Христа, это просто закон, закон, который приводит к проклятию. То есть, если я сегодня, как христианин, пытаюсь что-то делать своими усилиями, понимаете, да? Это мой провал. Это бесполезно. Ни к чему хорошему это не приведет. Поэтому, что такое благодать? Почему Иисус Христос говорит, идите туда-то, туда-то, находитесь там, ожидайте. Ожидайте чего? И потом чуть ниже Он говорит, и вы примете силу. Об одном единственном Иисус Христос говорит, вы примете силу. Силу для чего? Силу для того, чтобы побеждать грех. Вот сколько сегодня христиан, не веря в то, что можно жить вообще без греха, не под властью греха. Сколько сегодня христиан говорят о том, что вот, ну, Господи, ну, я же хронически больной человек, ну, я не могу от этого освободиться, ну, больной я, что с меня спросить, да? Вот. Или, ну, не могу справиться с этим грехом. Да кто же тебе сказал, что ты можешь? Библия говорит, что ты ничего не можешь. И тебе надо признать свое бессилие, свою немощь и призвать, призвать силу. Ожидать в том состоянии беспомощи, чтобы пришла сила. И вы знаете, сила всегда приходит, потому что Иисус Христос, Он всегда верен. Если Он обещал, Он всегда исполняет свои обещания, Он всегда даст. И Он говорит о том, что если сын попросит у отца хлеба, раз и подаст, то Он ему камень. Ну, о ком идет речь? О всемогущем Боге. Когда мы просим у Него силу, Бог дает силу. Когда мы просим у Него, Яков говорит, если кому не достает мудрости, да просит просто у Бога. Вот просто. Дай мне мудрости. Вот в этом вопросе. И Бог даст мудрость. В этот же момент Бог дает мудрость в том или другом вопросе, как решить. Бог, дай мне поступить вот, ну, просто по любви. Дай мне свою любви. Ну, что Бог не даст любви? Я хочу сказать, на самом деле, Бог всегда дает любви. Чрезмерно. На самом деле, просто меры угнетенные, утрясенные. Он просто отсыпает в луна наше, в наши сердца. И злилась любовь силой Святого Духа. Аминь или не аминь. О чем я сегодня говорю? Сила – это такое центральное понятие в Евангелии, которое дано нам, чтобы нам осознать свою беспомощность, призвать в свое время, во всякое время, призвать силу, мудрость, обилие благодати, любви Христовой, для того, чтобы справляться с любой ситуацией. Сегодня мы не сможем оправдаться, или потом, тем более, не сможем оправдаться перед Иисусом Христом, что, Господи, это было нам не по силам. А Иисус скажет, а зачем я тебе силу свою дал, свою силу Божью дал, силу, когда этой силе ничто уже больше не может противостоять в этом мире. И Библия поэтому и говорит нам, что тот, кто в нас, он сильнее того, кто в мире. Если с нами Бог, то кто против нас вообще? Аминь или не аминь? Мы победители во Христе Иисусе. Когда мы действительно призываем, когда мы действительно верим, когда мы действительно уповаем, Иисус Христос всегда приходит, и Он поборает за нас. Не наша война. Аминь. Божья война. Война Иисуса Христа. Иисус уже вышел из нее победителем. Он навсегда уже поразил, победил дьявола. Дьявол – пораженный враг. Но тебе надо войти в эту победу. Тебе надо войти в эту победу. Просто через исповедание, через провозглашение, через какое-то действие. Вот мне в последнее время, действительно, может быть, я уже устал проповедовать, 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 проповедовать. Мне хочется каких-то действий, мне хочется куда-то поехать и что-то реально сделать для Иисуса Христа. ну там вот скоро мы в Китай поедем и просто вот на самом деле мы пробиваемся все в подземную церковь, да, нам уже там ну пробились к ним в китайскую церковь они уже пригласили, подарили им Библию они говорят в следующий раз к нам приедете будете у нас проповедовать, ну через переводчика на китайский язык и мы принимаем вас как нашего брата слава нашему, пусть Бог благословит, пусть Бог откроет ворота слава нашему Иисусу Христу мне бы хотелось бы сегодня, чтобы в наши сердца вошло, у меня нет оправдания перед Иисусом Христом сегодня, чтобы говорить, я не могу это сделать, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе все могу, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе я не могу с этим собладать, можешь во Христе Иисусе можешь собладать с абсолютно всем, не могу бросить курить Господи, помоги мне, вот не могу и все. Можешь. Не могу что-то оставить. Все, ты можешь. Просто искренне призови имя Господне. Вот у нас на самом деле, да, я буду делиться еще этим, еще много-много раз о том, что у нас центр в Казахстане, один из самых больших центров реабилитации. Мы переписываемся с пастырем Юрой Морозовым. И по сей день люди приходят туда, наркозависимые героинчики, которые на огромной большой дозе, там, по одному грамму, там, два-три раза в день они ширяются, колются, да, это такая тяжелейшая зависимость. Иисус Христос их реально освобождает. Они просто призывают имя Господне. Очень мощная молитвенная группа просто молится, человек просто вот так. Иногда падает, иногда не падает, но всегда получает освобождение от наркотиков. И навсегда. Ну, не всегда, конечно, навсегда это от человека зависит, от его веры. И поэтому веришь ли ты сегодня, что ты можешь получить исцеление? Иисус Христос дал нам силу исцеления. Силу, чтобы не просто самому получать исцеление. Иисус дал нам такую власть. Власть – это сила. Правильно? Возлагать руки на больных, и будут исцелены. Это написано в обетовании, да, Евангелие от Марка, 16 глава. Возложите руки на больных, и будут исцелены. Вот возложи, если у тебя сегодня есть какая-то проблема, да, какой-то недуг, возложи руки на это место, скажи, Иисус, я сегодня принимаю силу, силу Твоей благодати, потому что ранами Твоими я уже исцелен. Две тысячи лет назад уже исцелен. Ты забрал мои немощи, мои болезни на Голгофский крест. Твоя сила дана мне для того, чтобы мне ходить сегодня в свободе, в свободе от всякого греха, от всякой болезни, от всякого проклятия, от всяких забот. Ты обещал мне, что Ты дашь мне жизнь, и жизнь с избытком. Успех мой будет очевиден, аминь или не аминь, потому что я сегодня в силе. И вы знаете, здесь, конечно, предполагается, предполагается определенное такое посвящение, посвящение Господу Богу. Мы просто недавно только вернулись с Алани, с Турцией. Я там был, мы там были с семьей, с друзьями на отдыхе, я об этом говорил, не на церковные, конечно, деньги, не на свои деньги. В принципе, я неплохо зарабатываю. Мы поехали, чтобы перед сезоном, потому что у нас начинается тяжелый сезон, трудные будни, много народу приходит, и мы проповедуем, говорим им, молимся за исцеление, помогаем, я как врач помогаю. И вот мы там пытались, вот казалось бы, Средиземное море, такая красота, такая прозрачная вода, столько рыбы, вот она плавает, ну там, у меня, я уже купил новый гарпун, там, который на 5-6 метров стреляет, там, снайпер называется, ну, ну, реально крутой, да, ну, ласту купил такие, ну, там, которые там махнешь, уже на 5 метров улетел под водой, ну, все такое крутое, там, я летаю под водой, туда-сюда, мечусь, стреляю, вода настолько прозрачна, что рыба видит меня издалека, и она просто вот так, ну, видит меня, и одна рыба, она просто мистическая рыба, вот это, ну, я бы назвал ее таким морским лещом, потому что на леща похоже, и она под камнем стоит, из-под камня не выходит, я занырю под камень, ну, дыхалка хорошая, сижу там под камнем, и вот смотрите, вот я вот своим ружьем вожу, вот, по этому лещу, и хочу в кого-то попасть, ну, как в тире, вот она вся передо мной, почему-то не хочет на свет выходить, там сидит, и вот так просто метается, и вот я думаю, вот это, конечно, просто невероятно, то есть я вот ружьем мечусь, и рыба же не знает, куда я буду стрелять, и вот вокруг моего, вот этого, как бы, прострела, куда должна лететь стрела, образуется такая дыра, и вот куда бы я ни повел, вот везде вот такая дыра, и я не могу попасть в рыбу, понимаете, сколько я не стрелял, я только один раз, вот просто резко вот так, наугад стрельнул, и попал, ну, понятно, что случайно. Почему я об этом говорю? Потому что даже, ну как вот поговорка, без труда не вытащить рыбку из пруда, да? Вот без посвящения. Тут мы рыбку не можем поймать, а нам очень важно поймать волну Святого Духа. И для этого нужно, ой, какое посвящение, ой, какое посвящение, ребята, надо быть реально посвященными. То есть думать об этом, молиться об этом, читать Библию на эту тему, там, ветки завет, все то, что говорит о Духе Святом, все то, что говорит о силе, Новый Завет, что говорит Иисус Христос, что говорит апостол Павел, что говорит апостол Петр. Просто входить, погружаться в это, быть посвященным. Иисус Христос, что ты хочешь для меня? Скажи мне сегодня, что ты хочешь? Что ты хочешь, чтобы я сделал? Что ты хочешь, куда бы я пошел? Скажи мне, покажи мне, руководи моими действиями. Такое посвящение от нас Господь ожидает. Бог не хотел построить что-то номинальное на земле, чтобы мы только делали вид, что мы раз в неделю собираемся. Господь, мы тут, мы здесь, мы два часа мы с тобой побудем, честно, мы здесь, мы попоем, мы прославим, потом вышли и забыли. Но Библия не это мучает. Библия это поведение называет слушателей забывчивые. Но Библия нас призывает к исполнению. Блажен в действовании своем. Тот будет, кто послушен Духу Святому. Водимый Духом Святым, суть Сыны Божьем. Слышите меня? Те, которые вводятся, которые позволяют Духу Святому жить в твоей жизни и руководить твоими руками, твоими ногами, твоим языком. Аминь, аминь. Слава нашему Богу. Аллилуйя. Моя задача сегодня была самая главная мысль донести о том, что нам хотя бы вот в этот один процент войти. Один процент христиан всего мира, которые верят в то, что нам Господь Христос принес и подарил нам силу. Силу побеждать грех, силу побеждать болезнь, силу распинать проклятие, силу жить победоносной жизнью. Победоносной жизнью верующего во Христе Иисусе. Без Иисуса Христа мы ничего не можем. Во Христе Иисусе мы можем абсолютно все. И вот это упование о том, что сегодня я стараюсь ничего не говорить без Иисуса Христа. Стараюсь. Не всегда получается. Стараюсь ничего не делать без Иисуса Христа. Господь благословит то или другое дело. Без тебя я не шелокнусь, не двинусь. Если ты скажешь, я пойду и сделаю. Если ты скажешь, я встану, пойду и сделаю. Господь говори мне. И Господь говорит, что сказать, что сделать, кому подойти. И вы знаете, всегда нужно какое-то дерзновение. Иногда до безумия. Безумным ради Иисуса Христа быть. Господи, ну Господь побудил меня вчера, ну, опять же, там, проповедовать одним людям, и я все решался, думаю, Господи, ну, это же как-то вот совершенно неожиданно, вот так будет, что я скажу. Ну, Бог дал слова, я сказал, и люди пообещали прийти, ну, не дошли до сегодняшнего служения. Ну, самое главное, чтобы Господа познали, они слушают наши сайты, наши проводы на служении, Господь их да благословит. Давайте мы встанем сегодня. Еще, еще раз попросим у Бога силы. Силы Святого Духа. Силу благодати. Послание к евреям, Духа Святого называют Духом Благодати. Это Дух Христов. Чтобы Дух Христов проявился в наши сердца. Чтобы нам войти вот в эту волну, чтобы нам поймать волну Святого Духа и двигаться в ней, ходить в ней, жить в ней. Быть посвященным. Сегодня благодаря Духу Святому нам дана универсальность. Если Иисус Христос при своей жизни был ограничен в своем теле, то сегодня в Духе Святом он не ограничен. Слышите меня? Безграничные возможности Иисуса Христа. Сегодня он может жить в каждом из нас. Может двигаться в каждом из нас. Говорить в каждом из нас. Прикасаться через каждого из нас. Господь, благослови, Господь, очень. Сегодняшнее собрание. Мы сегодня призываем силу. Силу противостоять всякому греху, Господь, укрепить свои колена, Господь, просто смести, Господь, всякое демоническое противостояние у себя на пути, Господь, на всяком месте призвать имя Господне для сокрушения дьявола. Мы, как церковь живого Бога, призваны уничтожить, сокрушить, разбить все дьяволы на этой земле. Это Твой план. Это Твоя цель, Иисус Христос. Господь, Отче, Ты дал нам силу освобождать, отпустить измученных на свободу. Господь, Отче, научи нас, Господь, молиться с людьми, если мы видим, что человек находится в рабстве греха или в рабстве какой-то зависимости, приводить его к Иисусу Христу и вместе с ним молиться, молиться нашему Господу освободителю. Потому что Иисус Христос, если освобождает, то Он истинно освобождает. Меня когда-то Бог освободил. В один момент освободил от наркотиков, от алкоголя, от никотина, от сквернословия. Все просто одним каким-то дыханием. Моя сущность наполнилась Святым Духом, и после этого я перестал все это делать. Спасибо Тебе, дорогой Господь, за это сверхъестественное действие, за эту силу Господь хочет побеждать нам врага на всяком месте. Спасибо Тебе, Господь, за то, что мы, Господь, всегда можем принимать силу от Тебя на всяком месте, когда мы искренне верим в то, что Иисус Христос прямо сейчас здесь. Потому что там, где двое или трое собраны во имя Твое, Иисус, там Ты уже посреди нас, Ты уже в наших сердцах. И все, что мы не попросим у Отца Небесного, да будет нам. Так Ты обещал, Иисус. И Ты сегодня даешь нам силу, Господь, чтобы превозмогать любое искушение, любой соблазн. Когда приходит соблазн, какой бы он сильным ни был, Библия говорит, открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, он устроит ваше помышление во Христе Иисусе. И всякое помышление, которое противостоит, которое непослушно, оно уходит, как написано, в послушании Иисус Христу. И мы имеем разум Христов. Мы имеем те же чувства, они что во Христе Иисусе. И познали, что есть воля благая, угодная и совершенная. Мы есть причастники Божественной Вестиства, часть Бога невидимого. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты живешь в нас, за то, что мы храм, невидимого Бога, Господь Иочи. И Твое служение желает просто проявляться в нас Твоей спасительной благодатью, Господь Отец. Аллилуйя, Отец. Слава Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Господь. Скажи спасибо Иисусу за эту силу, которую мы приняли, за эту силу, которую мы можем действовать. Только нам нужна смелость, дерзновение, как и апостолов, которые еще вчера разбежались, а сегодня они собрались вместе, приняли силу и пошли и проповедовали лето Господне благоприятное. И три тысячи человек сразу покаялись и приняло вводное крещение. Дай нам такое дерзновение, Господь, Отец. Аллилуйя. Спасибо Тебе еще раз и еще раз, Господь Иочи. Мы благодарим Тебя. Спасибо Тебе за всех верных, которые находятся на этом месте. Аллилуйя, Отец. Мы Тебя благодарим во имя Отца и Сына и Святого Духа, во имя нашего Господа Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста, еще не на дом. У нас есть время.